Сегодня 23 июля и сегодня мы проверим воздействие гербицида торнадо на виноград Такой вот дикий виноград растет во дворе Сейчас мы обрезаем гербицида и посмотрим действие этого гербицида торнадо на виноградник и на сорняки Я сорняки брызгаю, скосили и после того как скосили, прошел дождик, начали сорняки расти по новой Ну и решили их побрызгать гербицидом Ну и заодно проверим действие гербицида, как он действует на виноград Как бы всегда боимся по винограду работать гербицидами Вдруг попадет на листик, вдруг, ну мало ли, всякие случаи бывают, да? Как бы всегда страшно и не работаю я гербицидами по винограднику Ну вот тут представился такой случай проверить Я думаю мы его пускать не будем и сейчас прям хорошо обработаем и посмотрим Что будет с этим виноградом И что будет с сорняками Ну сорняки понятно, что они завянут все практически Тут повинника, тут какие-то плетущиеся, хмелины, что это? И такой куст винограды Что с ним будет? Ну а через недельку-две посмотрим, что из этого всего вышло Продолжение следует Ну что, посмотрим, значит, не только как гербицид действует на виноград Но вот тут растут такие кусты Я даже не знаю, что это, но это не плодовое, по-моему, дерево То есть кустарник Сейчас мы его тоже обрызаем Потом вот какие-то вот такие вьющиеся цветочки Не знаю тоже их название Вот они, что это такое Вот эти вот какие-то деревья тут мешают Мы их сейчас хорошо обработаем И через недельку-две посмотрим А, еще забыл добавить гербицид Разводил я 130 миллиметров на 9 литров воды Вот такая большая доза То есть Я думаю Должно действовать очень хорошо Но все Все должно уничтожать Безжалостно Вот это мы проверим Как работает гербицид По Различным Видам растений Но тут даже мох растет И мох побрызает Может и мох Берет В общем, тут кустарники какие-то По вендика Вот этот Я даже не знаю эти растения Но вот видно На видео, что это И потом посмотрим, что От них останется Может кто-то и выживет Вот Какой-то костик Дальше пройдем Вот какие-то Притущиеся тоже Даже в доме растет Виноград Виноград обрызгал Обработал Прям очень хорошо То есть Если гербицид действует на виноград То он Должен его весь По идее сжечь Этот куст Так, ну тут Что тут Такое Подорожник Вот этот С голубенькими цветочками Не помню, как называется Так Сейчас еще Там у меня вьющееся какое-то растение Сейчас его еще побрызаем Фух Так, ну тут я уже побрызгал А вот Акация еще Акация сейчас Так, работаю я Отрустывательный Жмаромир 9 метров С ручной подкачкой Так Вот акация Сейчас Акацию тоже обработаю Акацию я проверял В том году Акация У меня Пенек там За домом В одном месте И с этого пенька Постоянно Росли вот эти Молодые побеги Акации Ну вот я Тем летом Обрабатывал Раза три Наверное Этот пенек И сжег Так Вот что-то тут Что тут еще У нас за растения Вот такие От соседей Заросли Большое Наверное Дерево не возьмет Посмотрим Молодняк Так Вот еще Вот это Сейчас Подработаю Это плетущая Если то Гадость Живучая Очень Вот так Все Теперь Смотрим Потом Что из этого Всего Получилось Сегодня 28 июля Прошло Пять дней Как мы Обработали Сорняки И виноград Гербицидом Вот Виноград Практически Начал Имеет Вот такие Вот Гербицидные Ожоги Листики Уже Полностью Высохли Побеги Вялые Сорняки Уже Вот даже Засохли На виноград Гербицид Действует Очень Даже Хорошо На кусты Практически Никакого Действия Нет Да Это не ожоги Просто Пусть Получил Темные Пятна И все Обратная Сторона Как новая Тут Тоже Небольшие Ожоги Но Все Живое Ага Вот Какое-то Другое Растение Подсохло Так Дальше Дальше Что тут Запутался Что тут Трава Засохла Златовые Засохли Но Повелика Пока Еще Не засохла Но Уже Дело Идет Засохла Тютина По-моему Не берет ее Гербицид Вот Это Вьющееся Растение Сохнет Но Еще Нет Там Подъявшие Тут Вообще Сухо Уже Все Все Высохло Вот Тут Было Густо А вот Акация Дитая Акация Засохла За домом Тоже Все Засохло А вот Одно Место Я его Наверное Не побрызал Просто Тут Так Хорошо Все Растет Гербицид Не дошел Там Все Сухое Тут 5 дней Прошло Но Вообще У него Действия Конечно 10-14 дней Действует Гербицид До Полного Высыхания Через Недельку Еще Посмотрим Сегодня 31 Июня Ну что Почти Все Засохло Дерево Срубили Виноград Нас Больше всего Конечно Интересует Вот Такие Ожоги У него Побеги Может Еще И Выживет Может Это Листики Остались Зелененькие Это На которые Не попало Наверное Там Все Желтое Даже Дерево Вот Маленькое Засохло Алиса Что там Делаешь Помогает Папе Стройке Крот У нас Тут Завелся Так Вот тут Злаковые Сухие Павелика Конечно Зелененькое Дерево Живое Хмель Тоже Живой Вот Как-то Странно Может Я тут Слабо Побрызал Потому Что Вот Тут Все Сухо Не Ну Тут И Хорошо Брызал То Есть Вот Это Вот Это Растение Вот Это Плохо Берет Гербицид Так Тут Все Сухо Ну Под Краном Вода Тоже Наверное Новая Поворастала Тут Все Сухо Вот Кусочек Который Я не Побрызал Мокрый Там Тоже Все Все Сухо Сзади Алиса Так Сзади Сзади Тут Наверное Слабо Побрызал Так Тут Что Тут Вот Это Колючее Растение Она Пожелтела Но По Моему Живое Да Живое Вот Все Чуть Позже Посмотрим Что Дальше Будет Сегодня 6 Августа Заканчиваем Эксперимент Вот Что Осталось Вот Винограда Который Мы Обработали Гербицидом Торнадо Засох Так же Как и Весь Бурьян Дерево Деревья Гербицид Не берет Злаковые Самые Первые Засохли Ну Потом Все Остальное Там Вот В принципе Все Сухо Это уже Так думаю Новая Травка Повыросала Ну Вот Там Кусочек Зеленый Островок Который Не обработали Выглядит Выглядит Как оазис В пустыне Тут Обработано Было А тут Нет Тут Все Зеленое А тут Все Засохло Ну Все Эксперимент На этом Закончен Сделаем Вывод Что Торнадо Гербицид Если попадает На виноград Виноград Погибает Торнадо Торнадо